Всем физкульт-привет! С вами я, Балкин Сергеев. И сегодня я буду тренировать свою спину. Во время тренировки я расскажу о тонкостях и нюансах именно своей тренировки. Почему я делаю так, а не как по-другому. Мои тренировки отличаются друг от друга, и сегодня вы увидите одну из моих тренировок. И в начале тренировки, как всегда, раздумка. Первое упражнение, которое я буду выполнять, это будет тяга штампы к животу на корме. Буду постепенно наращивать вес, для того, чтобы подготовить мышцы сказки и организм в целом к работе. Начинаю всегда с пустого грифа, выполняю в такой технике, чтобы я чувствовал работу мышц спины. Это упражнение хорошо подходит для увеличения толщины спины. Ширина хвата зависит от того, куда я хочу сделать акцент, на какую часть мышца спины. Чем шире хват, тем нагрузка поднимается выше. Хват туже, идет нагрузка на низ широчайше. Я стараюсь брать средний хват, чтобы нагрузка была ровно посередине. Максимально свожу лопатки, так, чтобы чувствовать работу мышцы. Обязательно в каждом упражнении старайтесь чувствовать работу целевой мышцы. Это залог успеха. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Итак, первое упражнение я выполнил. Сделал я его в пяти подходах, по восемь повторений с наращиванием веса. Методом пирамиды, постепенно наращивая вес. Следующее упражнение будет становая тяпа. Это силовое, базовое упражнение. Попробую поднять достаточный вес на сегодня сколько хватит силы. Сейчас данный период времени. У меня начало подготовки на весенний сезон. Углеводов не так много, практически нет. Поэтому подниму, что смогу. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Итак, становую тягу закончили. Я ее сделал пять подходов, по восемь-шесть повторений. Постарался поднять сегодня максимальный вес, который я могу поднять сейчас. Дальше будет упражнение, которое позволит более проработать спину. Эти два силовых упражнения для увеличения силы, мощи и толщины спины. Дальше обработаю над расширением широчайших. Это будет вертикальная тяга широким хватом на грудь. Там будет веса поменьше, повторений побольше. Смотрим. Вертикальную тягу широким хватом я сделал. Выполнил пять подходов, по 15-12 повторений. Постарался сделать таким образом, чтобы я прочувствовал самый верх широчайший. Чтобы максимально постараться расширить, сделать В-образную форму сны. Я делал концентрированно. Не старался поднимать большие веса, но почувствовал при этом нагрузку. Следующим упражнением будет вертикальная тяга параллельным хватом. Делаю ее в очень изолированном варианте. Сейчас сами увидите. Постараюсь сместить нагрузку на низ широчайший. Чтобы ширину сделать спины с самого низа. Смотрим. 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 Тягу на грудь параллельным хватом сделал, выполнил 5 подходов по 10-12 повторений с максимальной концентрацией С задержкой в верхней точке, старался задерживать паузу в нижней точке Для того, чтобы максимально прочувствовать работу широчайших мышц Нагрузку старался опустить максимально вниз, чтобы работал вниз широчайше Следующим упражнением будет горизонтальная тяга Я ее сделаю в стиле пампинга Это будет 7 подходов по 12 повторений с маленькой паузой Будет 20-30 секунд паузы Постараюсь нагнать максимально кроем мышцы спины Смотрим Горизонтальную тягу 7 по 12 повторений В зависимости от техники выполнения в упражнениях, можно освещать акценты на ту или иную часть спины Я постарался сделать в такой технике, чтобы прочувствовать середину спины Так как широчайшую сверху я проработал, низ широчайшую проработал Долщину тоже проработал, стану я сделал И следующим упражнением будут длиннейшие мышцы спины А именно будут разгибания корнекса с диском в руках Сейчас сами все увидите Поехали! Субтитры создавал DimaTorzok Разгибание корпуса с диском выполнено Сделал я 4 подхода по 20 повторений Как вы смогли заметить Выполнял я его стоя Для того, чтобы максимально изолировать работу задней поверхности бедра и ягодиц И сконцентрироваться именно на разгибателях спины Очень хорошее упражнение, особенно в конце тренировки Забиваются столбы длиннейшие мышцы спины Хорошо прорабатываются, очень полезно Рекомендую, но с довольно-таки правильной техникой Людям, которые не имеют проблемы со спиной Как вы смогли еще заметить, я использую кистевые лямки и атлетический ремень во время своих тренировок Не только спины, но и других тоже Для чего? Для того, чтобы максимально Используя лямки, максимально изолируем и убираем нагрузку с предплечий Концентрируемся на работу спины Очень помогают Предплечье можно покачать отдельно Если вдруг они отстают и не дорабатывают Атлетический пояс я использую для того, чтобы в физике момент травмоатричности и травмоопасности упражнений И для того, чтобы не выбирал живот во время натушивания Когда-то давно я любил профессионалы тренироваться в поясах Начал одевать, с тех пор привык, ну и помогает избежать травм Пояс не снимаю во время всей тренировки На этом сегодняшняя тренировка моей спины закончена Я хорошо проработал максимально все участки спины Поработал на ширину, на толщину, на детализацию Довольно-таки хорошо устал Надеюсь, что завтра будут мышцы болеть Мышечная боль – это хороший показатель Так вот, что вы попали прямо в цель Хочу сделать акцент по поводу самого популярного вопроса Какое самое лучшее упражнение? Самое лучшее упражнение то, в котором вы чувствуете работу целевой мышцы Если вы на тренировке чувствуете работу и после тренировки у вас есть мышечная боль Значит, это упражнение подходит именно вам Бывает, маленький угол делает очень большую разницу в упражнении Один человек может чувствовать при таком угле работу мышцы Другой нет Старайтесь учиться выполнять правильно Правильно – это когда вы чувствуете работу мышцы Подписывайтесь на мой канал Ставьте свои лайки Ставьте подметы С вами был Палкин Сергей Всем физкульт Пока! Субтитры сделал DimaTorzok